Друзья мои, ну вот снимаю. Тем, кто просил меня снимать то, что я готовлю. Не знаю, что готовить. Вот сварила лося. Это у меня был подарок такой от охотника. Вот он лось. Там был кусок замороженный. Я думала он целый, а он там был вот такими нарезанными пластинами. Ну, я уже пластины эти и отварила. Вот. Здесь я отвариваю гречневую кашу. А здесь, значит, будет у меня суп на этом бульоне. Уже я сюда порезала лучок. Причем не стало мелко, а так вот покромсала его. Порезала кубиками картошку. Сейчас пойду зайду в морозильник, загляну, посмотрю, что я. Вообще, честно сказать, пустой холодильник. Как-то я все так подъела старательно. Надо выбираться в магазин. В магазин я сейчас хожу редко. Можно, конечно, вызвать курьера, но мне хочется пойти посмотреть сам. За окном у нас вот так вот темно уже, потому что уже вечер вообще. Вот 11 вечер. Ну, и вот сейчас кусочек моего холодильника с одними яйцами. Вот. Иду к самому морозильному ларю. Тут у меня просто стоят коробки. Это я все собираю по ссылке еще, чтобы отправить дочке. То, что им там пригодится, а мне после разборок уже не нужно. Это мои чудесные розы. Мастер-класс там есть на канале. Я вам, по-моему, ссылочку давала. Тут собаки ждут чего-то от меня. Вы что, есть хотите? Так, и давайте заглянем в мой пустейший морозильный ларь. Та-дам! Смотрите-ка, какой он уже почти что опустевший. Вот хочется мне его все прям тут разгрузить и вымыть. Ну что, наверное, возьму вот эти вот огурцы. Вот здесь вот огурцы. Это что это? Или кабачки. Уже, честно говоря, не помню. На суп. Так, это мясо. Это что это? Сама уже не помню, что это. Немножечко щавеля кисленького. Так, это на выброс. Тут у меня клюква замороженная, но глюква стоит. Вот у меня, по-моему, свекла. Свекла. Да, это свекла. Вот возьму тоже ее в суп, брошу. Так, будет все так. Что же здесь у меня? Здесь у меня, наверное, какая-то зеленуха. Да тоже брошу сейчас все и доем. Надо все у меня разгребать. Ой! Это у меня еще пластинка с огурцами. Там у меня инкендаутка, по-моему. Ну, это я оставлю на Новый год. Внизу еще... Ой, долезть тяжело. Там тоже фокусируется плохо. Замерзает, что ли. Ой! В общем, там кабачки. Почему же он так плохо показывает-то? Может быть, там оттуда холод идет? Там кабачки. Тут хлеб. Хлеб надо достать. Закончился у меня. Вот видите, уже испачкалось все. Здесь надо вымыть. Так. Здесь у меня... Сейчас я, пожалуй, достану помидоры. А здесь у меня зеленуха. Это монголь. Ой! Наверное, я лучше вот эти возьму помидорки. Брошу их. Ой, а там у меня тыква еще. Ой! Тыква. Смотрите-ка, тут еще кабачки. А там что-то прилипло так. Это когда у нас... Отключали свет, когда нас не было. А потом холодильник сам включился. И там прилипло. Ладно, тыкву, наверное, не буду бросать. Я думаю, что будет достаточно вот этого. Огурцов или кабачки. Я просто не знаю, что здесь, не помню. Ну, ладно. Знаете, что? Возьму-ка я вот все-таки монголь. Монгольда можно бросить. Что он там будет, да? Сейчас я все это вот отнесу. О, все здесь наложила. Так что вот он, мой морозильный ларь. Опустевает, опустевает. Но, к сожалению, в моем холодильнике места нет, чтобы все это вот вытащить и убрать. Вот, друзья, это, по-моему, все-таки огурцы, не кабачки. Ну, какая разница? Значит, положу огурцы. Вот у меня суп с огурцами. Там бросила их размораживаться еще чуть-чуть, чтобы было удобно резать. Здесь у меня монгольд, поэтому большой вот этот вот кулек с монгольдом я убрала. И здесь вот положила прям так на плиту, чтобы немножко подразморозилось. Рядом вот с этой вот кашей гречневой, от тепла ее, чтобы разморозилась свекла. Ну, вот так вот туда все. Сейчас. Ну, как примерзает. Прям даже вот здесь примерзает. Маша у меня почти что сварилась. Сейчас я ее просто вот выключу, пусть она доходит. Так, ну, а сюда, значит, огурцы я все порезала. Вываливаю вот этот монголь. Свекла. Смотрите, какая красота получается. И вот помидорки черри. Я их под водой, под тепленькой, под краном, очистила от шкурки и от хвостиков. Тоже сюда высыпаю, а не замороженный. Так, ну, вот у меня тут такой овощной суп опять получился. Сейчас я добавлю сюда специи, перчик. Обязательно положу гвоздичку. Ну, лавровый лист попозже, минут за пять до окончания. Короче, думаю, дай-ка я вот вместо киркулеса положу такую кукурузную крупу. Что-то я из нее тогда варила какую-то кашу. Мне не очень понравилось. Вот она в пакетиках варится. Ну, я сейчас высыплю немножко. Да, пусть она здесь вот так вот разваривается. Вот так. Так, так, не забыть еще положить специи. И мясо сейчас вот кусочка три. Сейчас мелко порежу и сюда брошу. А остальное мясо мы съедим с собачками так. Очень вкусно, знаете, на бутерброд посолить, поперчить. И с кофе с лимончиком. Друзья, вы знаете, что гвоздичка очень полезна. Особенно, когда болит горло, там не здоровится. Надо ее положить в рот, жевать, рассасывать. Вот я ее прям даже жую и глотаю. Вот она убивает все микробы. Но только не сразу. Надо ее какое-то время подержать во рту. И перец черный сказали, что очень полезный. Я поэтому беру, знаете, по пару горошинок и разжевываю. И проглатываю. Вырезала мясо три куска. И сюда вот так вот высыпаю. Я люблю мелко резать, знаете, как на салат. Чтобы прям в рот все это и проглотить. Ну, разжевать, естественно. Но не так, чтобы там, знаете, во рту не уместилось. Помидорки эти я потом вот так попозже беру. И вот так о стеночку кастрюли нажимаю, чтобы они вот так весь свой сок отдали. Чтобы они лопнули. Потому что не очень-то они сами лопаются. Поэтому для первого я поняла. Хорошо делать заготовки, вот когда вы натираете помидоры, замораживаете вот эту натертую массу. Ну, вот, в общем-то и все. Наш супчик готов. Знаете, как по сусекам побежали. Посмотрели, что там есть, что осталось. И все варим. Ну, чтобы он был поострее, сюда, конечно, хорошо, наверное, оливок добавить. Даже вот эту водичку, может быть, от оливок. Может быть, лимончика сюда можно порезать. Сейчас вот наложу себе такой кашки с маслицем. Ну, и с кусочком вот мяса. Купчик у меня варится. И смотрите, что хочу вам показать. Вот я тут разбиралась, когда на своих полках. У меня было очень много вот таких икеевских коробочек. Они у меня тут стояли. Вот одна, потом вторая. И вот так все было заложено. И я туда, в общем-то, очень редко и нос пихала, как говорится, смотрела и забыла вообще, что там есть. Так, тут у меня это лежит тряпочка. Это я обрезала футболки. Это стала стирать. Знаете, я поняла, что мне лучше вот все, чтобы у меня было видно, что у меня лежит. Я открыла, и я понимаю, что мне нужно купить в магазине, что мне не надо купить в магазине. И там у меня тоже горох, ячневая крупа, которая мне безумно понравилась. И я варю из нее кашу. Если я не ошибаюсь, по-моему, это ячка. Это, да, крупа ячневая. Там вот лежат макарошки. Ну, тут тоже немножко макаронов и еще там чего-то. Вот. И там наверху тоже чего-то лежит. Разбирался, разбирался. В общем, там макароны и так немножко всего. Вот. А здесь я даже, смотрите, купила вот свеженького по чуть-чуть. Вот, чтобы прям готовить, и мне было понятно, есть у меня сейчас дрожжи или нет. Конечно, не спорю. Эти коробки удобны, наверное. Но тогда, когда большая семья, большая кухня, когда вы много готовите и прочее. А тут мне вот, правда, вот открыла дверцы, и сразу мне видно, что у меня есть. Не хочу делать эти запасы. Конечно, без запасов плохо. Вот именно сейчас я живу на запасы свои, все прошлые, которые хочу вот, да, доесть и как бы от них избавиться и все, ну, обновить, чтобы было все свежее. Но, тем не менее, вот даже по 2-3 килограмма я могу купить, крупы сюда поставить, и я вижу, что у меня заканчивается. Я сразу побегу и куплю там еще, например, килограммчик-2. Вот такие запасы небольшие. Вот. Вот такие у меня теперь тут накрома. Ну, а это, друзья мои, я положила вот эту вот гречку. Пока она постояла, она там сама вся отошла. Я люблю очень горячую гречку с маслицем. А это положила собачкам. Обычно они у меня ели все вот из такой тарелки вдвоем. Но сегодня что-то они как-то повздорили. Уж не знаю почему. Поэтому я решила все им попробовать. Положу вот им в отдельные емкости. Взяла так вот, какая-то у меня посудинка была. Вот это вот, не помню, из-под мяса что ли. Я их там раньше как-то сохраняла. Потом посмотрю, если будут есть, то куплю им там 2 какие-нибудь одинаковые мисочки, чтобы они у меня кушали отдельно и не ругались. Сейчас сюда еще сверху им мяско порежу. Будет все очень вкусно. Они у меня гречку любят, каши любят. Они мальчики молодцы у меня, кушают все подряд. И едят даже и первые, и каши молочные любят. Да, Левушка? Да, сладкий мой? А второй-то где? Где вы, мои хорошие? Кушать захотели? Кушать захотели? Да, сладкие мои? Ну, сейчас мама вам каши даст. Сейчас мы дадим вам каши с мясом. Да. Вот так вот. У нас у всех все одинаковое. Так что у меня ничего не просите. Вот он уже как каши хочет. Да и твоя тарелка, конечно. Это твоя тарелка. Сейчас мяско порежу. Будем с вами ужинать. Друзья, скажу вам, что у меня какая-то началась осенняя хандра. Ну, вы, наверное, заметили, что видео у меня мало. У меня есть отснятый материал, но я его еще не монтировала. Там будет, конечно, погода другая. Ну, не такая, как сейчас. Сейчас уже похолодало у нас. Сегодня даже шел дождь со снегом. Вот, а я хандрю, мне ничего не хочется. Ну, конечно, я работаю. На основной работе там приходится делать. Вот, хандрю. Саша, конечно, мне не хватает. Без мужа плохо. Ну, не то, что без мужа. Без человека плохо. Вот. Поэтому не то, что даже без человека, а без вашего, без моего любимого человека мне очень плохо. Очень. Поэтому грущу. Еще немножко плачу иногда вечером. Да, в любое время. Знаете как? Тоскливо. Тоскливо. Вот, сегодня уж так себя заставила. Думаю, дай-ка я все-таки сниму. Поэтому и решила снять вам то, что я готовлю. Тем более, девочки попросили снимать то, что я готовлю. Ну, вот готовлю я, сами видите, из того, что есть. Пока что у меня так. Капуста нет. Я бы так, может быть, борща бы сварила и лещей. Ой, кстати, я забыла положить в суп в этот морковь. Ну, да ладно. Уже не буду класть. Уже поздно. Будет суп без моркови. Ведь, правда же, не обязательно, что туда морковь класть. Вот с каким удовольствием я, ребят, лоисит кашу с мясом. Девушка любит есть под столом. Поэтому я ему туда и запихнула эту его ложку. Тоже есть. Ну, молодцы. Сейчас и я буду есть кашу. Сегодня что-то из-за того, что было так тоскливо. Достала я себе венца. Я вообще-то не любитель. Но тут у меня оставалось вот такое вино. Очень мне оно понравилось. Вино, смотрите, 13-го. Ну, наверное, оно 13-го года. Но оно действительно очень давнишнее. Могу вам даже показать. Где-то тут мы с девочками смотрели дату выпуска. Клопачок. Клопачок это вот. Только здесь ничего не понятно. А, 16-й, что ли, год. 16-й. Ну, в общем, мне когда вино дарят, оно у меня очень долго стоит. Ой, уберем эту мою кружку. Вот. Это у меня просто осталось со дня рождения. И вот я решила сейчас выпить немножко венца. Да-да-да. Прямо под гречневую кашу. Вот такой извращенный вкус. Ну, думаю, может, повеселее будет. А то, что-то мне в живой кордин надоело глотать. Думаю, наверное, надо переходить на увеселительные. Такие напитки. Ну, конечно, не увлекаться. Ну, тут у меня чуть-чуть осталось. Вообще-то там были какие-то крохи. Конечно, я тоже больше не буду пить. Не хочу. Я решила немножечко вот себя взбодрить. Взбодрить. Ну, что ж, ваше здоровье. Дзинь-дзинь. Знаете, стала есть кашу. И даже не хочу никакого мяса. Забыла вам сказать, что я в кашу всегда добавляю не только соль, но и обязательно пару кусочков сахара. И каша такая вкусная, со сливочным маслом. Но у меня только вместо молока сегодня, сами знаете что. Потому что молока нет. И ем я то, что у меня есть. И пью в том числе. Ну, нет-нет, я, конечно же, не сопьюсь. Нет, не боже мой. Вот. Так что каша наивкуснейшая. Наивкуснейшая каша получилась. Рассыпчатая, вкусная, со сливочным маслом. Она такая чуть-чуть-чуть-чуть сладенькая. Но в меру, в меру. Я так варю, потому что у меня мама так всегда варила. Посмотрите, какая красивая картинка на столе. Что вот это за две штучки такие вот красивые, да? Я даже не пойму, что это. Откуда-то от вина. Вот я кручу рюмочку, бокал этот. Они остаются. Даже не пойму. А, у меня на потолке две лампочки. Может быть, от этого? Ну, в общем, очень интересно. Да? Каши наелись, вина напились. На улице ночь. Время 12 час ночника. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.